Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Братья и сестры, дорогие друзья, всех вас приветствую, благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа из города Львова. Здесь эти дни я проповедую, в разных собраниях провожу богослужения. Встречаемся, общаемся с епископом Кифой, разговариваем с братьями, сестрами. Слава Богу! Хорошая поездка, очень я доволен и удовлетворен внутренне в Духе Божьем этой поездкой. И сегодня у нас среда, и сегодня я в завершении этой поездки, такой недельный сюда во Львов, я проповедую в баптистском собрании. Да, на богослужении, сегодняшнем вечернем, евангельских христиан-баптистов, Биржа Благодать Церкви, на Лемкевской, 3. И там каждую среду в 18.30 проходит богослужение. Сегодня я буду там проповедовать. И это мои друзья, уже не первый год мы знакомы, и не первый раз я там уже проповедую. И сегодня, даст Бог, и Кифа будет. Братья, я приглашаю всех, львовян, всех друзей церковной реформации, кто проживает во Львове или в области, приходите сегодня на служение и на общение. Я планирую уже часам к 6 вечера быть уже там, уже на месте за полчаса до начала собрания. Так что, друзья, дамы и господа, благоставляю всех вас во имя Иисуса Христа. Церковь Биржа Благодать благоставляю пастора Михаила. Люблю и благоставляю всех братьев, сестер, слава Господу. И действительно, во Христе Иисусе, не важно, кто ты, православный или баптист, или представитель какой-то другой конфессии, действительно, Христос Иисус, Он выше наших религиозных представлений, порой амбиций, и наши земные барьеры, границы, как говорил еще московский митрополит Платон, они до неба не доходят. Действительно, не могут закрыть небеса, и мы не можем приватизировать Царство Божье, монополизировать истину, как бы, и заявлять, что только лишь у нас Господь Бог. И я Бога благодарю, что Он такой добрый отец, любящий Бог, любящий родитель. И мы, как дети Его, братья и сестры, одной семьи, где Он наш родитель, а мы Его дети, действительно, это превосходно, это просто замечательно, слава Богу. И сегодняшнее послание мое как раз будет продолжать тему, которую неделю-то я развивал здесь во Львове, как раз продолжая тему предпуримную такую, знаете ли, потому что вот уже скоро на днях мы ожидаем этого праздника, библейский праздник Пурим. В этом году как раз сейчас предпуримные дни, вот месяца Адара, и в этом году 1 марта и 2 марта мы празднуем общий церковный праздник Пурим. 28 марта будет у нас пост Эсфири, то есть это тот день, когда мы вспоминаем, ну, постящиеся, не постящиеся, разные люди, конечно, здесь дело не просто в ограничении от еды, вот именно тема этого дня, кануна, как раз предпраздничного, будем так говорить, непосредственно предпраздничного дня Пурим, предпуримного в этом году, это 28 февраля будет. Это как раз тема вот воспоминаний того поста и молитвы, которые объединил тогда Мордыха и Эсфири и весь народ Божий в такой пламенной молитве к Творцу, когда действительно люди выживали этой свободы, избавления, ну, как в Украине говорят, знаете ли, «як тревога, так да Бога». И действительно, народ израильский в то время переживал огромнейший, страшнейший кризис. Это был канун Холокоста, это было не просто даже шоа, это было тотальное, даже у Нитлера и у Сталина, и у всех тиранов вместе взятых, знаете ли, не было таких шансов, как у Амана, значит, тогда, уничтожить весь народ фактически, вообще полностью искоренить весь Божий народ. Это было страшное, знаете ли, значит, злодеяние. И Бога благодарю, и все любящие Господа, все чтущие Божье Слово, как действительно святыню, перечитывая Библию, перечитывая, а ведь в Библии целая книга посвящена этому чуду, этому событию божественному, книгой Эсфири, и перечитывая ее, наполняются сердца нашей благодарностью к Богу за Его избавление, Его силу избавления, Его благодать, Его милость, Его любовь к роду человеческому. И, дамы и господа, братья и сестры, вот 28 числа будет у нас такое общецерковное воспоминание вот этого поста, и молитвы, покаяния, примирения. Это очень важный день, считаю. Я планирую в течение 28 февраля, на протяжении всего дня, проводить такие прямые, почасовые включения с чтением книги Эсфири. Будем читать ее, я буду читать на русском языке, будем читать на украинской мовы, и действительно это, будем слушать книгу Эсфири на иврите, на еврейском языке. И это замечательно, что весь день будем в таком размышлении о избавлении нашем и спасении, слава Богу. Вот, а эти дни все, включая вот сегодняшнее вечернее собрание, это предпуримные служения наши. Сегодня я буду говорить о пуримах божественных. Кстати, воскресенье в церкви Агапа, я говорил тоже об этом как раз, на богослужение здесь, в воскресном богослужении, в Песятническом собрании. А вчера здесь, в Роменеве, это село Роменев сейчас, это возле Львова, ну, из километров 10, наверное, где-то так до города. Это пригороды такие, знаете ли, поселки. И вот здесь, в Роменеве, я, значит, был в библейской школе, значит, великое поручение, и с удовольствием огромным делился с молодежью, ребятами, девчатами, обучающимся в этой библейской школе именно Словом Божьим, и из истории христианства делился вот как раз видением реформации. Это очень, думаю, важно. Слава Богу, потому что Бог готовит новое поколение служителей, священнослужителей и для Украины, и, ну, для всего мира, планетарно. Потому что Слово Божье до края земли, по всей планете нашей должно быть. Слава Богу! Благоставляю всех вас, возлюбленные братья и сестры, огромное спасибо всем за поддержку, молитвенную, материальную поддержку. Я передвигаюсь, сейчас вот поездка сюда, приехал Бла-Блакар, попутной машиной списался, вот обратно еду, тоже Бла-Блакар, как раз вписывался со Львова в Киев к себе, вот как раз в церковь буду приехать тоже. Вот, и огромное спасибо всем, кто молитвенно и финансово участвует в этих поездках моих, в этом служении очень важном. Напоминаю, что с территории Украины, и не только с территории Украины, вообще интернет же, как бы, эти границы делают довольно условными наши государственные, потому что можно пополнять через интернет номер телефона Киевстар, номер Киевстар, который я включаю, кстати, сейчас он, а, сейчас включу, кстати, включаю при прямых эфирах обычно. Запишите этот номер, пожалуйста. А я уже через Новопошту имею возможность эти деньги обналичивать, значит, и как раз их в служении Господу использовать. И еще, кстати, а, ну да, запишите номер вначале, 096-96-2-66-75, запомните. А, кстати, и под видео, под всеми тоже есть эти координаты. Запишите еще раз, 096-96-2-66-75. Еще раз, 096-96-2-66-75. Так вот, и с территории России можете пополнять номер МТС, он там тоже внизу будет дан, под этими видео. Вот, и, дамы и господа, значит, если вы в Киеве или вообще в Украине и у вас есть возможность участвовать не только, допустим, деньгами, но и, значит, материалами, материалами, художественными материалами, потому что мое ведение сейчас это мастерская, художественная мастерская, кисти, краски, масляные, холсты, там ткани, нужен прям целый рулон такой прям ткани, желательно такой холщовый, такой какой-то, знаете, подбордовка или холсты, или там лен, я не знаю, наверное, так как-то, ну, то, что можно грунтовать, значит, и использовать для живописи. Подрамники, ну, все, что есть, если и тюники, мольберты, ну, все, что есть, значит, у вас, если есть, оно, как бы, и, может, без дела лежит, допустим, вы этим уже не занимаетесь, или еще не, или думаете заниматься, то, пожалуйста, свяжитесь со мной, это очень будет важно, для меня лично, и, в общем-то, кстати, некоторые свои работы, я планирую, тоже так вот, снимать, и, выставлять в сеть, наверное, даже я попробую, вот, писать и рисовать, как раз, как пленер, такой тоже, так вот, в такой записи, и, это очень важно, ведь, даже есть такая ассоциация, такое, такое содружество, христиан, художников, здесь в Украине, в Киеве, в частности, я думаю, во Львове тоже, есть христиане, художники, наверняка, потому что здесь очень много христиан, очень много верующих людей, и, наверняка, есть среди творческой интеллигенции, здесь мастера, вот, и, я надеюсь, что, из других стран, тоже верующие, христиане, художники, подсоединятся, присоединятся, и, это будет, действительно, не просто всеукраинское объединение, такое, международное, такое объединение христиан-художников, я с удовольствием бываю на этих встречах, пока не как художник, хотя и художник, по своей специальности, в общем-то, доцерковный, но как проповедник, как учитель больше бываю, потому как рассказ делюсь, и Слово Божьего делюсь, вот именно, и, вот, тем моментом вдохновения, будем договорить, как приходит это вдохновение в жизнь верующего человека, как творец вложил в нас творческое свое начало, и вот эту жажду реализовать это творчество, слава Богу, пусть Бог благоставит всех вас, дорогие друзья, благоставляю, во имя Господне, особенно, паки-паки, благоставляю художников, христиан-художников, и всю творческую интеллигенцию, во имя Господа, Иисуса Христа, благоставляю всех вас, да благоставит тебя Господь, и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь, светлым лицом своим, и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе мир, во имя Иисуса Христа, Аминь. Ну и по скриптуму, братья и сестры, дамы и господа, скажу как раз, что этот год у нас в нашей церкви, реформаторской православной церкви Христа Спасителя Архиедийского, в которой я являюсь, он ознаменован как год 70-летия победы, 70-летия возрождения еврейского государства, образования Израиля, и мы благодарим Бога, в прошлом году мы много рассуждали, я об этом делился тоже словом, и в церкви, также у нас и в гостях, когда бывало в разных конфессиях, вот говорил об Иерусалиме, о 50-летии вспоминали мы про возглашение Иерусалима вновь еврейской столицей, кстати, в конце прошлого года, как бы такой был сюрприз такой для нас, ну ожидаемый, правда, уже давно уже ожидаемый, еще со времен Рональда Рейгана ожидаемый, признание супердержавами, в частности Соединенных Штатами Америки, президентом Дональдом Трампом, признание Иерусалима, наконец-таки признание Иерусалима столицей еврейского государства, столицей Израиля, но, в общем-то, слава Богу за Дональда, но Трампа, но 50 лет назад Иерусалим уже де-факто стал вновь столицей еврейского государства, и это действительно и события 48-го года, и события 67-го года, то есть я имею ввиду возрождение Израиля и возрождение Иерусалима как еврейской столицы, это действительно такие главнейшие геополитические чудеса Божьи 20-го столетия, и нашего времени знамение, действительно, этого последнего времени исполнения библейских пророчеств, слава Богу, Пусть Бог вас благословит, благоставляю, паки-паки, не только всех вас, благоставляю Иерусалим, благоставляю Израиль, благоставляю всех евреев и все народы нашей страдавшейся планеты во имя Господа Иисуса Христа, и ни в коем другом нет спасения, как говорили еврейские апостолы первого поколения, как говорим и сегодня мы, христиане уже 21-го столетия, евреи и неевреи, мы утверждаем истину евангельскую, что нет другого имени под небом, данного нам, людям, кроме имени Иешуа Машиаха, Иисуса Христа, который действительно стал светом к просвещению всех народов и славой народа своего Израиля. Слава Иисусу Христу! На имя славы Богу Святому! Аминь! Из города Львова, село Роменев, Божьей милостью и благодатью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь, Христа Спасителя, мир всем вам! Да, дамы и господа, сегодня 21-е уже число, до 21 февраля 2018 года, мир всем вам! Шалом! Шалом!